Россия готовится к бою за Херсон, но старается убедить всех, что она оттуда ушла. Получается, как всегда, но в то же время пытается выровнять ситуацию на Донбассе, ввозя туда новую технику. Но в то же время сам Путин активно теряет друзей и поддержку. В эфире «Нехта» самая важная и интересная новость. В Херсоне становится больше военных, готовятся к уличным боям. Солдат на самом деле больше, чем самих жителей сейчас в городе Херсоне. Кадыров признается в больших потерях в своих батальонах. Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглась одно из чеченских подразделений. США и Китай говорят друг другу приятные вещи и, похоже, собираются дружить. Мы готовы сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двумя странам ладить друг с другом в новую эру. Спасибо, что смотрите. Нас скоро станет миллион, поэтому давайте подписываться еще активнее и приближать эту цифру и это событие. Спасибо вам за доверие. Я попрошу вас еще оставлять комментарий под видео и ставить лайки. Таким образом вы помогаете распространять это видео и больше людей узнают правду. Начнем. В британской разведке заметили, что россияне уходят в глухую оборону, хоть и обещают наступление. В Минобороны Британии говорят, что Россия, вероятно, усилила свои подразделения мобилизованными. И такие формирования сейчас способны только к обороне, ведь наступление предполагает большую подготовленность и укомплектованность подразделений. Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции. В то же время президент Украины, видимо прислушавшись к словам начальника своей разведки, не верит в отступление россиян из Херсона. Я не вижу, чтоб они бежали из Херсона. Я думаю, это, как бы сказать, информационная атака на нас, я не хочу открывать все секреты. Это атака, чтоб мы пошли туда, отвели часть войск с других опасных направлений и перебросили их туда. Я думаю, это была информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон, но они знают, что в случае нашего успеха у них не будет возможности выйти. Тем временем они перемещают гражданских, немного, это театр, их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, мы их видим и не верим им. Слова президента подтверждают и местные жители, и представители администрации. Их очень много в Херсоне, и, как говорят сами жители, что солдат на самом деле больше, чем самих жителей сейчас в городе Херсоне. Точно такое же количество, а то, может, и куда больше наблюдается оккупантов на левом берегу Днепра. Очень все напряженно, и, скорее всего, просто так город оккупанты не сдадут, потому что очень много объектов инфраструктуры заминировано на сегодняшний день. И, скорее всего, они готовятся и к уличным боям точно так же. Но о чем можно говорить, если свои потери на Херсонщине признает даже Дон Кадыров? Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает. То есть, на Херсонщине россияне терпят такие потери, о которых уже нельзя умалчивать и которые уже не скроешь. Только вот пока командир скорбит, его солдаты ни в коем случае не занимаются мародерством. Просто вскрывают дома и выносят оттуда ценное. Медали, сейфы, деньги. Такое все нужное для войны. А, и вещи уже наготовлены. У меня чё, кто-то засиделся. Кого? Нет, нет, вот этого было. Тут везде водки. А, 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 а. У меня не для этого отец погибал. У меня уже... Чего вы крышите? Чтобы вот так вскрывали дом. Девушка, эй, Елева. Смотри, эй, это мой мужик. Понимай? Смотри, честно. Тут везде это, это для нас было даже. А это что? Это что? А это в дом вообще? В смысле? А кто вас пустил? Вы тут же не заходили в дом. Дом открытый был. Там же вчера вскрыли дом. Мы вчера здесь не были. Мы здесь не были вчера. Мы сегодня утром приехали. Там у вас, перед вами, даже мне говорит, стыдно. Там резинки лежат, кто-то здесь дальше пылился. Я знаю, в прошлый раз. У меня у отца форму, я не стала заявлять, форму с медалью украли. Это до смешного. Ничего не взято, форму с медалью украли. Мы вот только сегодня приехали сюда. В то же время украинские войска продолжают наступление в районе Сватова-Кременная. Вместе с тем аналитики Института изучения войны отмечают переброску россиянами на этот участок нетипичной военной техники. Это огнеметная система, термореактивная система залпового огня, ТОС-1 или Буратино. Они уже обстреливали этими системами позиции вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь Путина анонсировал речь своего хозяина как ту, которую будут цитировать в учебниках и вспоминать, и перечитывать. Не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, и философская, и прикладная. Я думаю, она обойдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года. А на деле получилось, мало кто понял, зачем вообще все это было. Даже Байден запутался в намерениях Путина и не до конца их понимает. Действительно трудно понять в цивилизованном мире, зачем размахивать ядеркой, когда очевидно, что она у тебя и так есть. Это как когда бандит с ножом кричит «У меня нож!». Когда будет запущено производство Байрактаров в Украине? В компании Байкар заявляют, что в течение двух лет должны достроить завод. Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться, собственно, к строительству. В течение двух лет мы хотели бы это закончить. Многополярный так многополярный. Китай готов дружить с США. Несколько взаимных заявлений о сотрудничестве сделали лидеры двух стран. Усиление коммуникации и сотрудничества между Китаем и США как мировыми державами поможет усилить глобальную стабильность и укрепить мир и развитие во всем мире. Мы готовы сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двумя странам ладить друг с другом в новую эру. Похоже, у кого-то становится меньше союзников. Только масса нерешенных вопросов все-таки остается. Тайвань, Сибирь, уйгуры. Но Байден накануне заявил, что Белый дом не стремится к конфликту с Китаем. И все это звучит на фоне подготовки ко встрече в Индонезии в рамках саммита G20, на котором лидеры двух стран имеют шанс встретиться. В Южной Корее отреагировали на обвинения Путина. Российский бункерный житель решил найти того, кто имеет связи с Америкой с одной стороны и не такой сильный, чтобы ответить с другой стороны. И решил обвинить во всех своих бедах. В своем выступлении Путин сказал, что Украина получает корейское вооружение и боеприпасы. Мы последовательно оказываем Украине гуманитарную помощь вместе с международным сообществом. Мы не предоставляли ни одного летального оружия, но в любом случае это вопрос нашего суверенитета. Илон Маск вошел в свой твиттер и сделал свой первый пост. Сделка на 44 миллиарда не просто для того, чтобы написать пару слов в соцсети, а чтобы написать пару слов в своей соцсети. Но подбор слов, как обычно, оставляет вопросы. Птичка освобождена, написал он. Может это про раковину или про сделку, из-за которой рисковал предстать перед судом. Напоследок о том, как проходит мобилизация в российских тюрьмах. И насколько веселее становится, когда рекрутеры берут с собой кого-нибудь из РПЦ. На эту минуту все. Спасибо, что вы с нами. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео, так нас с вами станет больше. И больше людей будут узнавать правду. Можно еще оставить комментарии, и мы точно будем знать ваши отношения к происходящему. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok